Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале, и я начинаю новый влог. Так, конечно, делать нельзя, но я делаю. После того, как мне сделали кератин, мне сказали, что волосы обязательно нужно высушивать, и за ними нужен уход. Ну а я очень люблю купаться перед сном, и с влажными волосами ложусь спать. Обычно в таком случае утром я просыпаюсь с гнездом на голове. Ну а после кератина волосы действительно даже на утро очень шелковистые, мягкие и блестящие. Но все равно не идеально ровные, какие они должны быть. Поэтому навряд ли на моих волосах долго будет держаться эта процедура. Я просто идеальная ходячая антиреклама. Но учитывая даже все эти моментики и мои погрешности, все равно я считаю, что это очень хорошая процедура. И у меня в голове просто назревает один вопрос, почему я ее раньше не делала. Учитывая, что у меня длинные волосы, и постоянно, каждый день я их выпрямляла. Давайте также покажу вам покупки, которые я купила в разгаре распродаж. Я, естественно, ищу свой идеальный тон, но никак его не могу найти. Хочу самые светлые тональные, которые есть просто на земле. И вот девчонки мне посоветовали этот от L'Oreal. Я вам на мукбанке говорила, что я ищу очень светлый тональный. И вот этот номер мне посоветовали в комментариях, и я заказала его. Он действительно оказался очень светлым, но не настолько, насколько нужно мне. Плюс еще такой момент. После нанесения проходит немножко время, и любой тональный у меня на лице окисляется. Все три продукта я заказала на официальной странице L'Oreal в Trendyol. Так что можно со стопроцентной уверенностью говорить, что это оригинал, несмотря на то, что я потратила за три продукта всего 32 моната. И это еще на минуточку, простите, извините, еще и с доставкой. Вот этот тональный, я его просто хотела попробовать, но на него были ужасные отзывы. Ну типа не понравилась текстура, и обычно те тональные, которые никому не нравятся, мне они очень нравятся. Поэтому я решила его заказать. И что вы думаете, он мне тоже не понравился. Мне кажется, он подойдет для сухой кожи, имеет такую текстуру суфле, и я подобное не очень люблю. А вообще лучше, прежде чем заказать какой-либо продукт, посмотреть на него обзор. Даже если его нет на русскоязычном пространстве, американские блогеры 100% сняли какой-то из них, хоть кто-то обязательно снял. Мой английский не настолько хорош, но все равно понять можно, человек доволен, недоволен, советует или нет. То есть, если я буду смотреть новости на английском, то я ничего не пойму, но когда я смотрю beauty-блогеров, я очень странным образом все понимаю. Так что это была ошибка, так на будущее обязательно надо смотреть обзоры, а затем покупать продукцию. А это серум под глаза, очень классная штука. У нас у местных блогеров, у каждой второй есть он, и поэтому я его тоже решила заказать. Я тоже, кстати, очень довольна. Конечно, проще сходить в магазин, выбрать оттенок или текстуру, которая подходит вам, но очень часто бывает, что продукции нет у тестера. И получается, что вы даже в магазине покупаете сами не знаете что. Например, у тональных, у каких-то брендов есть тестеры, и то не все, у каких-то вообще нет. Поэтому, к сожалению, с этим туго. Я не знаю, вы помните или нет, но каждый год на моем канале у нас с вами была традиция, что я под Новый год снимаю для вас пустые баночки декоративной косметики. Наверное, это будет уже не актуально и неинтересно для вас, тем более в этом году получилось очень мало пустых баночек. В основном это туши и тональные основы. К сожалению, что-то интересное закончить не получилось, хотя я очень старалась закончить одну палетку от Makeup Revolution, и прям каждый день ею пользовалась. В общем, моя тушь от Essence закончилась, и она отправилась в эту коробочку с пустыми баночками. И я взяла на использование вот эту тушь от Miss Lint, хотя щеточка это та, которая нравится мне, но мне не очень нравится, насколько она удлиняет и придает объема. Все-таки мой фаворит это вот эта тушь от Essence, я уже, наверное, протяжении где-то пяти лет использую именно ее. Сегодня я буду делать коррекцию мамочки. Мои ноготочки на протяжении длительного периода держатся просто замечательно, но у мамы дела обстоят гораздо сложнее. Мама, понятное дело, чаще меня моет посуду, готовит что-то, и вообще у нее на ногтях гейлак никогда не держится. Поэтому сегодня обязательно нужно придумать какое-то железобетонное покрытие, которое будет держаться на протяжении хотя бы четырех недель. Кстати, этим ногтям три с половиной недели, и вот как вы видите, почти на каждом ногте скол, но они начали появляться где-то неделю назад. Для меня всегда сложно наращивать, тем более все ноготочки и тем более минимальную длину, но я решила попробовать себя в этом. Тем более мама вообще непривередливый клиент, она не видит абсолютно никаких ошибок. Для нее просто самое главное быстро закончить. И если у тебя будут неровности, там какой-то ноготочек кривой, она ни за что никогда этого не заметит. Но несмотря на все эти аспекты, я все равно стараюсь делать хорошо, но по крайней мере, насколько могу. Первым делом я снимаю покрытие керамической фрезой, которая заказывала с тем, взяла сетом, по цене получается одной фрезы у нас здесь, я взяла 10. Очень хорошо снимает покрытие, все быстренько получилось, буквально 12-13 минут я потратила на все при всем. Я тут пытаюсь озвучить для вас видео и вовсю мяукать Твиксик, он просто хочет нас покинуть, он хочет убежать, мы просто не даем ему эту возможность. Цвет выбрала мамочка сама и, как вы видите, я сразу решила показать результат, потому что слишком много в последнее время контента, связанного с ноготочками. Прозрачным полигелем я сделала наращивание на верхней форме. Длину добавили буквально 2-3 миллиметра. У мамы сколы начинаются именно снизу, там откалываются, слоятся ногти, именно поэтому происходят сколы, поэтому когда я ее наращиваю, у нее все держится. То есть я как бы свободный край укрепляю полигелем. Возможно, я делаю неправильно, но в таком случае только держится. И вот такой результат у нас получился. Все ноготочки я нарастила, точнее, да, нарастила немножко длину, получилось очень аккуратно и красиво, на мой взгляд. Просто в случае с мамой я вынуждена работать как скоростной мастер, просто других вариантов нет, потому что мама меня торопит. И эту работу я проделала, по-моему, за 2 часа, потому что больше мама сидеть не может, ей скучно. Также на моем канале слишком часто распаковка с темой, я все прекрасно понимаю, просто я все равно это буду распаковывать, я думаю, почему бы это не показать. Я все равно это все заказываю, то есть я это заказываю не для обзоров, не для видео, я это заказываю просто потому, что это все мне нужно. Если вам тоже в этом видео что-то понравится, в описании, в инфобоксе я вам обязательно оставлю ссылочку на скачивание приложения Тему. Скачав по этой ссылке, вы получаете пакет купонов, которыми можно постепенно пользоваться. Также еще одна плюшка ко всем остальным, если вы после того, как скачаете приложение, в течение 24 часов сделаете свой первый заказ, вы можете использовать этот промокод, который видите сейчас на экране, он дает дополнительную скидку в размере 30%, и эта скидка плюсуется со всеми остальными скидками, но ее можно использовать только один раз и только после скачивания в течение 24 часов. В одном из предыдущих влогов я показывала, как я в деревне просто лазаю в телефоне, выбираю то, что я хочу себе заказать, и там я показала вам этот пиджак, но просто потому, что он долгое время был по полной стоимости, я его заказывать не стала. Ну, то есть, однажды я его увидела по очень классной цене, а потом цена пытнялась, и вот я не хотела его заказывать и ждала опять скидок. 25 долларов он стоил, приталенный пиджак, и вместе идет еще также ремешок. Качество, на мой взгляд, неплохое, я взяла размер M. Сегодня, чуть позже, мы с мамочкой хотим пойти погулять, где-то посидеть, и вот как раз тогда я его одену и вам обязательно покажу. Его обязательно нужно погладить, и смотрится он очень даже стильно. Ну, а я, в свою очередь, дождалась скидок и купила его все-таки со скидкой. Вообще, у меня есть такая привычка, каждый день перед сном я просто лазаю на любом маркетплейсе, либо это трендиол, либо тему, и выбираю себе бесполезные штучки. Например, вот это вы наверняка уже на мугванке видели, кстати, они очень неудобные, и я не могу их вам прям с полной уверенностью советовать. Смотрится очень даже интересно, просто размер достаточно большой, и ими неудобно брать роллы. Это светящиеся многоразовые палочки для суши. Стоили они 6 долларов, и были разные цвета. Ну, и я, естественно, хотела взять розовые, но они закончились. Я даже, в свою очередь, отложила эту покупку, не стала заказывать, хотела, чтобы появились розовые палочки, но, к сожалению, я уже несколько дней ждала и видела, что их все нет и нет, и решила заказать эти. Прошло уже 10 дней с момента заказа, уже посылка пришла, и даже сейчас этих розовых палочек нет. Так что хорошо, что хотя бы эти взяла. Так как я очень часто снимаю мукбанки с роллами, подумала, что как-то сделать интересный контент получится вместе с ними. Как вам, обязательно пишите в комментариях. На мой взгляд, надо дать им еще один шанс и попробовать еще снять для вас мукбанк как-то вечером. Ну, а так, если говорить о практичности, мне кажется, бесполезная вещь, если вы не мукбанкер. А вообще, я очень люблю маркетплейсы, именно за то, что там можно найти что-то необычное. Вроде как, в предыдущей распаковке я вам показывала, что я купила черный термос. И, кстати, очень практичная штука, особенно сейчас, когда на улице дождик, потихоньку холодает погода. А так как у меня не особо подвижный образ жизни, я люблю по вечерам просто ходить пешочком. Летом, когда погода хорошая, окей, а вот зимой бывает холодно, поэтому с собой буду брать кофеек. А этот термос, если честно, я купила в подарок. Кому именно, я специально в видео не говорю, потому что хочу, чтобы это был сюрприз для человека. Тем более, для этого человека я буду собирать бокс и кое-что еще заказала с тему. Поэтому давайте, это останется секретом. А мой термос очень хорошо работает, именно поэтому я решила взять у того же продавца, которого брала ранее. Просто расцветку решила взять другую, тоже очень красиво смотрится. А вообще, может быть, даже я делаю неправильно, лучше вообще не говорить, что это куплено на подарок. Говорить, что купила себе, а потом подарить. Потому что вот сейчас я сказала, что я буду собирать бокс, и у одного человека скоро день рождения, и она плюс-минус поняла, что это для нее. Ну, в общем, в следующий раз говорить не буду. Если у вас дома еще есть кофемашина, это просто необходимая вещь для вас. Так как я блогер, естественно, я постоянно снимаю контент. И в последнее время большинство моего контента я снимаю на телефон, и постоянно у меня штативы ломаются. Хотя, признаться честно, разный ценовой сегмент, и вечно они ломаются в одном и том же месте. Просто, к сожалению, у этих штативов почти одинаковая конструкция, и ножки постоянно ломаются. Но огромный плюс таких штативов заключается в том, что они раскладны, и их очень легко можно поместить даже в небольшой сумке. Иногда вот даже бывает такое, я куда-то иду, и мне проще даже самой поставить телефон на штатив и сделать фотографию. Или же, чтобы передать атмосферу, мне хочется заснять, как я иду со стороны. Я просто ставлю свой телефон на штатив и прохожу, и снимаю для вас этот кадр. В общем, этот штатив я реально берегу, и дома я им не пользуюсь. Он у меня чисто парадно-выходной. Я его купила очень бюджетно, стоит он 5 долларов. Но точно-точно такой же, такого же качества здесь у нас в городе будет стоить минимум 10. Поэтому подобные вещи намного выгоднее заказывать, чем покупать здесь. Ну а прошлый мой штатив, он сломался, к сожалению, и мама сделала мне вот такую вот конструкцию. Выглядит, конечно, очень смешно, и понятное дело, с собой ты его никуда не возьмешь. Но чисто дома, пока никто не видит, пользоваться можно. В общем, у штатива, как всегда, сломалась ножка. На балконе у нас было немного с цементой, и мы с мамой обмозговали, что можно вот так вот зацементировать. Это был мой пластмассовый органайзер для расчесок, а теперь это просто ножка моего штатива. Еще плюс цемент, он тяжелый, и получается, что конструкция супер прочная. Даже лучше намного, чем она была изначально. И хорошо, что я не выбросила. До этого штатива у меня был другой, точно такой же черный, и у него тоже сломалась ножка. И если вдруг с этим что-то произойдет, я то же самое сделаю с черным штативом. А мы с вами двигаемся дальше. Взяла сет носочков и взяла его для мамы. Зачем маме мужские носки, я, если честно, не знаю. Просто мама ужасно не любит что-то заказывать. Она любит ходить по магазинам, щупать, смотреть, а потом покупать. И когда мама что-то наконец себе выбирает, я реально очень радуюсь, что наконец-то ты тоже переходишь на онлайн-шоппинг. Мама всегда с осуждением ко мне, зачем тебе столько хлама, ты же ведь покупаешь, кота в мешке. Но в этот раз мы с мамочкой уговорили и заказали ей кардикан, который ей совершенно не понравился. У нее был точно такой же кардикан, но потом она решила его обновить, так скажем, и заказала один в один такой же, но этот ей не понравился. Я попросила маму надеть и немножко попозировать для нашего с вами видео, но она не согласилась. И она говорит, вставь просто фотографии. Я говорю, ну одно дело, как сидит на тебе, другое дело, просто фотография с маркетплейсом. В общем, девочки, к сожалению, не смогла я ее уговорить. Но мне самой тоже, если честно, кардикан не очень понравился. Не могу сказать, что плохого качества, есть какой-то брак, просто не вау. Цвет такой достаточно блеклый. Как будто вы его раз 300 уже постирали, носили, но не похоже на новую вещь. В этот раз заказ был небольшой, как вы видите, это все. Специально я распаковала сегодня, потому что сегодня мы с мамочкой идем пить чаечек с каким-то десертом, потому что дома мы покушали. С мамой обмозговали, что потихоньку начнутся холода, лето заканчивается и хочется посидеть на террасе где-то. Решила собрать волосы в зализанный хвост. После кератина это сделать оказалось намного проще. После процедуры кератина волос уже прошло три недели. За этот период я, наверное, первый раз выпрямляю волосы. А все потому, что вчера я легла спать с влажными. В принципе, это не проблема, если я дома. Но так как я выхожу из дома и мне хочется выглядеть хорошо, поэтому я немножко их подправила. Надевать буду этот пиджак, который мне понравился. Очень странно, он понравился даже мамочке. Но сначала его обязательно нужно выгладить. Обычным утюком гладить я не люблю. Я люблю паровой утюг. У меня Тефаль, и он работает по настроению. Сегодня у него есть настроение, он работает. Завтра у него нет настроения, и он отказывается работать. Покупала вроде в официальном магазине. Все замечательно, оригинально. Почему он так делает, я понять не могу. Но сегодня, слава богу, у него было хорошее настроение. Поэтому он мне помог выгладить мой новый пиджак. У меня подружка заказала себе ноунейм. Вот такой вот утюг Стрэндиол. Купила, наверное, раза в четыре дешевле, чем я купила этот. И он, девочки, просто шикарный. Он так круто работает. Хотя какой-то бренд непонятный совершенно, нигде про него не слышала. Видите, как бывает, а мама у меня всегда говорит, что обязательно нужно покупать хорошую технику. Не всегда это работает так. Брюки, какие-то футболки простого кроя могу погладить обычным утюгом. А все остальное я глажу вот этим. И, кстати, завтра постараюсь, опять же, не обещаю, постараюсь, выложить видео, влог, разбор, гардероба. На мой взгляд, получилось очень интересно. Мне просто нужно было убрать все летние вещи и повесить обратно зимние. Я просто целый день на это потратила и решила, все равно я это буду делать, так сниму я и для вас контент. Там почти весь влог, звук все равно озвучен сверху, поэтому я переведу и выложу завтра сюда. Так что обязательно подписывайтесь. Для меня действительно это очень важно. Это огромная поддержка, это огромная отдача. Если вы любите мой контент, но постоянно на основе его смотрите, буду признательна каждому, кто подпишется. Для вас это всего лишь нажать одну кнопку, а для меня это огромный шаг вперед. В общем, пиджак я погладила. Как вы видите, он просто идеально смотрится. Просто кое-где торчат нитки, которые я аккуратненько срезала ножницами. И вот сейчас, пожалуй, начнется хейк. Как ты могла? Это же ведь не сочетается. Ребят, забейте. Самое главное, чтобы вам нравилось. Я беру черные велосипедки, беру бежевый кроп и все это сочетаю. Получается просто супер. Пока у нас на улице погода 23 градуса. И вот, кстати, на минуточку, почему я хочу поменять свой телефон. Потому что моя передняя камера снимает вот так. Ежик в тумане. Хотя задняя камера снимает просто шикарно. В последнее время девочки вообще золота не ношу. Решила сочетать вот с этими сережками. Тем более у меня серебряный браслет Пандора, который я не снимаю, ношу. Мне он очень нравится. И решила сочетать с этими сережками. Мама вообще категорически против, чтобы я снимала ее на азербайджанском канале. Чтобы ее на улице не узнавали. Мама говорит, я иду нерасчесанная, без макияжа. И тут твои подписчики, мне становится неудобно. По дороге мы заглянули в магазин. Одно из вещей, которое я постоянно хочу купить и не покупаю. Мыло-скраб для тела. Стоит у нас в магазине 3 доллара. Но на Тренд Йол, если взять несколько, можно купить за доллар. И можно купить какого-то хорошего бренда. Поэтому я, пожалуй, буду себе заказывать. Некоторые также его используют для лица, как скраб. Но я со своей проблемной кожей рисковать не хочу. Я просто хочу купить чисто для тела. Мы с мамочкой пошли в колорит. И я хотела посидеть на улице. Пока погода хорошая, нужно насладиться этими деньгами. Скоро нас ждут осенние дожди. И возможности посидеть на террасе просто не будет. А мама говорит, жарко прям сидеть под солнцем. Не то, и тем более там никого не было, как вы видите. Мы решили все-таки попробовать. Но я сидела прям напротив солнца. Оно слепило мне глаза. И действительно было жарко. Поэтому я согласилась с мамой. И мы отправились внутрь. В тот день я еще снимала для вас мукбанг. Не помню уже какой. Мама, кстати, сделала мне вот такие фотографии. Как вам? Мне, кстати, очень понравилось. Из-за того, что мы были не голодные. Хотели что-то попробовать из десертов. Я вообще очень не люблю плитерно-сладкие десерты. Вообще в этом заведении мне особо никогда ничего не нравится. Тут, конечно, дело вкуса. Но есть заведения, в которых мне нравится абсолютно все. Например, Мак. Потом Мадоша, Урма номер один. А есть, например, такие заведения, как Кафе Сити. Вроде всем нравится, но я что ни заказывала, никогда не оставалась довольна. То есть, понятное дело, о вкусах не спорят. Просто это заведение находится прям недалеко от моего дома. И тут очень круто открываются окна. Такое ощущение, что ты сидишь прямо на улице. Короче, атмосфера здесь классная. И мама так посмотрела и говорит, надо дома сделать такой же пол. Я просто офигела, когда это услышала. Если вы обратите внимание, то тут даже на стульях есть изображение зебры. Это стиль такого, знаете, Филиппа Киркорова. Куда дома это все? Взяли чизкейк и магнолию. Вообще, я очень не люблю сладкое. И для меня пол чизкейка достаточно. Когда я много сладкого ем, меня начинает тошнить. И у меня есть подружка, которая тоже не любит сладкое. И вот мы, когда идем в заведение, мы хотим заказать один десерт на двоих. И нам всегда стыдно. И вот мне интересно, возможно, среди моих подписчиков есть девочки-официантки. Вот скажите честно, когда к вам приходят и, например, берут одну тарелку на двоих или один десерт на двоих, какая у вас бывает реакция? К примеру, вот этот десерт. Он очень, девочки, сладкий. И из-за того, что он очень сладкий, в этой чаше очень много, невозможно его доесть. Но так как сегодня мы с мамочкой, а мамочка может прям килограмм мороженого, ведро мороженого за раз съесть. Так что в этот раз таких проблем у нас не было. Посмотрите на ноготочки, как красиво и изящно смотрится. Вот каждый раз, чтобы сделать маме ноготочки, я сижу ее уговариваю. А по идее, так красиво и изящно смотрится. Кстати, штатив сегодняшней распаковки я тоже взяла с собой, но он, к сожалению, нам не понадобился. Я вообще очень люблю с мамой куда-то ходить, но единственное, куда мы не ходим никогда вместе, это на шопинг. У нас абсолютно разные вкусы в одежде, и вообще я не люблю ни с кем ходить на шопинг. Я люблю чисто одна. Потому что с подругами то же самое. Например, она меряет, я стою, жду ее около примерочной. Или, например, потом она меряет, и я стою, ее жду. В этом особо смысла нет. Хотя в последнее время я абсолютно все заказываю. То есть я в магазинах почти ничего не покупаю. Мама зашла в магазин одежды для больших размеров, а я зашла, естественно, в косметический магазин. Вот эта палетка от Катрис, мне она очень понравилась. Она стоила 15 долларов. Была без скидки, но я еле удержалась, чтобы ее не взять. У меня действительно очень много теней. И порой для меня очень важно вовремя себя остановить. А вообще, зачем я сюда зашла? Я искала себе идеально светлый тональный. И я его, кстати, нашла, мне помогла консультантка. И она, как увидела меня, сразу улыбнулась, подошла ко мне и говорит, я где-то вас видела. Я такая сразу, не может быть. Вы, наверное, меня с кем-то путаете. Девочки, я просто не привыкла. Я всю жизнь снимала для СНГ. И так часто меня узнают. Мне, с одной стороны, приятно, с другой стороны, необычно, что все вокруг меня узнают. Вот не знаю, поверите вы мне или нет, но реально меня очень часто узнают. Это еще, наверное, связано с тем, что я живу в стране, в которой всего 10 миллион человек. И вот, казалось бы, всего 100 тысяч, а уже ощутимо. А вы прикиньте, у меня, например, миллион подписчиков. Каждый десятый человек это мой подписчик. А каждый пятый просто меня знает. Это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, немного неудобно. Но я, если честно, не знаю ни одного ютюбера, у которого в Азербайджане есть миллион подписчиков. Даже 500 тысяч ни у кого нету. Короче, я кое-что купила в Росмане. Обязательно приду домой и вам покажу. У нас есть два магазина косметики, которые стоят рядом с друг дружкой. И почему-то я всегда захожу в Росман и там закупаюсь. И уже нет необходимости заходить в соседний магазин. Хотя я думаю, зайду и туда, и сюда, и что-то куплю. Но почему-то каждый раз я именно захожу в Росман и закупаюсь там. Уже, думаю, в Оливию не зайду. Долго я шопиться не стала. Купила тушь, которая только-только появилась в продаже. Сейчас чуть позже вам ее покажу. Ну, а вообще, когда я училась в универе, так было мало косметических магазинов. Просто можно было по пальцам пересчитать. А сейчас их стало так много. Еще брендов косметики стало очень много. Появилось очень много достойных корейских брендов. Возможно, я просто не разбиралась. Но раньше было такое ощущение. Был Мак, Никс, там Диор, Зебальм. И кажется, все. А сейчас столько всего интересного. И у российских брендов появились очень классные позиции. Например, Вивьен Сабо. Например, белорусская классная косметика. И ты вот реально не знаешь, что выбрать и что купить. Сейчас меня, естественно, никто не поймет. Но я не понимаю, зачем покупать какие-то люксовые бренды, когда такое изобилие масс-маркета. Я не говорю про совсем дешевую косметику. Но в миддл-сегменте очень много достойных продуктов. Тот же самый Maybelline. Сколько новинок появляется каждый раз. Короче, это чисто мое мнение. Давайте посмотрим, что же я купила. Я наконец-то нашла то, что так долго искала. Идеально светлый тональный. Это итальянский бренд Manhattan. Его я часто видела в блогах украинского одного блогера, который живет в Европе. И также я в Сифоре, по-моему, заказывала блеск от Manhattan. У меня был давно еще. В общем, сразу взяла два. Решила попробовать. Если мне понравится, хочу еще два купить себе на запас. Я специально беру самый светлый, а потом размешиваю в нужной мне пропорции. По-моему, у меня 410-й оттенок. И еще взяла новую тушь от Maybelline, которую сейчас рекламируют все наши блогеры. А я, естественно, тот лох, который ведется на все маркетинговые уловки. И я решила ее купить и снять видео. Это видео у меня просто супер залетело. Я просто сначала показала свои ресницы до, и потом накрасилась этой тушью и показала после. Действительно, тушь очень классно удлиняет реснички. И у меня видео прямо на 150 тысяч залетело. Короче, хорошо, что купила. Вообще, надо частенько покупать и тестировать какие-то новинки. А это, кстати, тональный. Как вы видите, он достаточно светлый. Даже, я бы сказала, светлее, чем оно мне надо. Но по-любому я буду разбавлять с другими тональными. Так что идеально. Я покупками довольна. И это видео я озвучиваю после. Я уже успела попользоваться. И всем очень довольна. Короче, я для вас снимала эти кусочки. Резко подходит ко мне мама с телефоном. И показывает мне то, что она нашла. Прибамбасы для машины. И говорит, давай купим. Я, конечно, девочка-девочка. Но подобные вещи я в машине просто терпеть не могу. Мне было бы очень некомфортно сидеть в машине с вот такими вот сиденьями. Поэтому я отдала обратно маме и сказала, что оно мне не надо. И мама тоже, в свою очередь, походила по магазинам. Она, в отличие от меня, ненужные вещи не покупает. И у нее есть вот такой SPF. Она любит SPF с небольшим оттенком. А именно этот. У нее уже был. И его я покупала маме. Он ей очень понравился. Она вместе с ним пошла по магазинам и начала искать. И нашла точно-точно такой же. Стоила недорого. Но у меня мама тоже на постоянной основе пользуется SPF. Просто в качестве тональной основы. В этом, кстати, мы с мамой очень сильно отличаемся. Она, в отличие от меня, минималист. Вот закончился у нее крем, который ей нравится. Она пошла, купила точно-точно такой же. И ей просто не надо 2500 кремов разных. Попробовать что-то, чтобы было на запас и все дела. Вообще, планировалось, что я на следующий день уже на чистую кожу нанесу тональный и попробую. Подходит он мне или не подходит. Будет ясно, если я с ним сделаю макияж и прохожу с ним денечек. Но все-таки я решила хоть чуточек попробовать. Посмотреть, каково она мне. И очень понравился мне тональный, кстати, девочки. Я все собираюсь, собираюсь пойти в магазин и купить точно-точно такой же еще два. Но до сих пор не купила. На этом, пожалуй, все. Этот влог тоже получился достаточно длинным. Огромное спасибо, что вы его досмотрели до конца. Как говорила ранее, буду очень благодарна всем тем, кто подпишется. Это реально огромная поддержка канала. Просто подписаться. Берегите себя. До новых встреч. Всем пока.